Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Ленен. Французская семья художников Антуан Ленен, его братья Луи Ленен, Матье Ленен жили вместе, делили студию в Париже. Поскольку студию возглавлял Антуан, предполагается, что он был старше Луи. Репутация братьев основана на ряде картин, подписанных Лененом, на основании которых им также приписываются другие картины. То есть, в общем, сложно было, видимо, разобрать, где Антуан, где Луи, где Матье. Я цитирую то, что мне удалось найти в интернете о этом художнике. Ни одна из подписанных картин не имеет христианского имени и нет надежного способа приписать работу отдельным братьям, хотя было предпринято много различных попыток для этого. Каталоги распродаж 18 века, опасаясь анонимности, фактически выбирали одно из трех имен наугад. Было принято приписывать небольшие картины на медиа Антуану, а суровые, более крупные крестьянские сцены Людовик. Были также предприняты большие усилия для идентификации работ Матье, поскольку он пережил своих братьев почти на 30 лет и предположительно продолжал рисовать после их смерти в 1648 году. Выдающейся особенностью творчества братьев Ленен и основой их известности с середины 19 века является обращение художников с бедными, хотя следует подчеркнуть, что нет никаких доказательств, подтверждающих это. Вот такая неоднозначная информация о братьях Ленен, который мне удалось найти в интернете. Все. Говорят, что Матье пережил своих братьев почти на 30 лет и предположительно продолжал рисовать после их смерти в 1648 году. Все. Больше информации никакой нет. Смотрим работу. Пока-пока. До свидания. Познакомились мы с братьями Ленен. До свидания.